Русфонд и гостелерадиокомпания Хакессия проводят очередную акцию помощи. Пять лет назад мы уже рассказывали об Артёме Астанаеве из Абакана. У него врождённые дефекты в верхней челюсти. За прошедшие годы мальчик перенёс много дорогостоящих операций. Сейчас пришло время нового этапа лечения. И без финансовой поддержки неравнодушных жителей республики провести его будет сложно. Это кадры лета 2019-го. Первоклассник Артём, отличник в школе, успевающий футболист, активный, любознательный мальчишка. Все положительные качества с возрастом Артём только приумножает. Сегодня ему 13, заканчивает шестой класс. За вот эти шесть лет, ну, четверти, ни одной четвёрки не было даже. Ещё хочу добиться в спорте чего-нибудь. Также хочу добиться в КВН, ну и как бы соединять спорт и КВН. Надеюсь, мне это получится. Врождённый оптимизм не даёт Артёму унывать даже в самых непростых ситуациях. Для ребёнка это серьёзнейшие операции с первых месяцев жизни. О том, что у сына двусторонняя расщелина верхней губы, мягкого и твёрдого нёба, семья знала ещё до его рождения. Потому сразу начала искать профильных докторов. Уже в пятимесячном возрасте малышу провели первую операцию в Новосибирске. Но она дала осложнение. Когда спустя время повторное оперирование не принесло желаемых результатов, родители с сыном отправились в Москву в научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Осенью, весна всегда мы ездили, переделывали пластины, потому что челюсть растёт, лицо растёт, пластины надо менять. И вот в 2020 году только как бы нас взяли на костную пластику. То есть это имплантирует кость вот отсюда, переставляют сюда. И то есть это две операции, так как расщелина двухсторонняя. Сначала делаю справа, потом слева. То есть это две операции. Поездки в клинику и лечение всегда требуют колоссальных финансовых затрат. Их семья оплачивает самостоятельно, хотя это и непросто. В 2019-м Оксана впервые обратилась в РУСФОНД. Средства неравнодушных жителей страны тогда пошли на установку дорогостоящих аппаратов для расширения верхней челюсти и устранения её деформации. Страшно. Волнительно, да? Да, волнительно. Ну, потом уже через время привыкаешь уже. Через несколько лет, когда закончится рост костей скелета, Артёма ждёт важнейшая операция – коррекция прикуса. И именно сейчас начинается подготовка к ней. Сейчас нужно начинать работу с брекетами. Ставить брекеты, они говорят теперь и про нижнюю челюсть, и про верхнюю. И будут брекеты совмещаться, я так понимаю, с аппаратом, наверное, с артономическим. Новый этап лечения, включая брекет-систему, обойдётся в 453 с лишним тысячи рублей. Собрать очередную крупную сумму семье поможет РУСФОНД. В акцию поддержки юного абаканца уже включились читатели сайта РУСФОНД, газеты «Коммерсант», представители зарубежной благотворительной организации и многие неравнодушные граждане. Сделать это могут и жители Хакасии. Для этого нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети» и прописать любую сумму, например, «Дети-100». Именно она спишется с вашего мобильного телефона. Внести пожертвования можно и по ссылке QR-кода. Другие способы помощи указаны на сайте РУСФОНДА. Московские врачи ждут Артёма на лечение уже в ближайшие месяцы. И эта поездка крайне важна для школьника в силах жителей Хакасии её осуществить. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.